Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Мишина. Будем с вами делать дракона, очень интересного, настоящего дракона, китайского символа Нового года. Вот у меня был такой дракончик. Я его делала 24 года назад. Он уже такой старенький стал. Сейчас я его буду делать совсем по-новому, потому что есть новые материалы, новые технологии, намного облегчённо. А сейчас мы с вами начнём делать голову этого дракона. Я буду очень подробно и хорошо объяснять. Ой, друзья, я говорилась, я этого дракона делала не 24 года назад, а 12 лет назад. Вот. Вот эту голову я делала из воздушного пластилина, вот из такого. А вот эту голову делала из застывающей пластики, из полимерной глины или пластики, как она называется. Они немножко разные по размеру, вы можете сделать любого размера. И я что хотела сказать, что вот использовать такую голову можно для туловища любой формы дракона. То есть смотря из чего вы будете делать потом туловище. Воздушный вот этот пластилин или лёгкий, как его называют, он через некоторое время твердеет. Вот эту голову я сделала где-то полчаса назад. И вот она уже не очень вот так вот мнётся, вытягивается. То есть она уже форму свою сохранила. Но воздушный пластилин, как я заметила, в течение получаса или 40 минут позволяет вносить разные изменения, которые вам нужны. Вот. Потом он очень дешёвый, поэтому всегда можно ещё купить, если вдруг что-то не получилось. Мы делаем отдельно верхнюю челюсть, как я называю, и нижнюю челюсть. Вот выдавливаю пластилин. У меня почему-то всегда большой получается. Лучше поменьше брать. И сначала вот в виде такого овальчика начинаем делать. Ну вот я примерно сравниваю. Да, вот так хватит. Овальчик или, знаете, как вытянутый огурчик или груша. Но очень-то медлить нельзя. Ну, я думаю, у вас обязательно получится. Вот я даже немножко водички поставила. Вот. И иногда, чтобы сгладить неровности. Но мы же потом будем её красить. Значит, загибаем вот этот красивый носик-клюв. Вот он он. Загибаем его вниз. Сразу. Вот у меня от пластилина остались такие стейки. Сразу делаем вмятины. Где-то примерно посередине нашей верхней части головы делаем вмятины для глаз. Вот, смотрите, уже даже похоже. Так, мне хочется немножко расширить. Так. И сразу хорошо обозначить вот такие вот две ноздрюшки. Вот. А вот эти вот глазницы хорошо вот так вот чуть-чуть в стороны раздвинуть. вот у нас уже что-то похоже. Даже череп немножко напоминает. Я вот захотела сделать вот это вот место чуть-чуть как бы побольше. Такую небольшую шляпочку ему оденем. можно помочить водичкой и вот так немножко нам вообще вот эта вот граница она нам и нужна. Она может остаться. А у кого-то может сразу вот эта часть получится. Вот во время лепки мы все время как бы обновляем, чтобы не застыло неправильно. Мы же мнем со всех сторон голову. Мы обновляем вот эти дырочки ноздрюшки и глазницы. Вот так я захотела его немножко укоротить. Просто взяла и приплюснула вот с этой стороны. Да, вот все равно получился немножко побольше, чем этот, но поменьше, чем этот. Вот. Я пододвинула. Вот. Получился поменьше, чем этот, но чуть-чуть побольше, чем вот это. Но, кстати, вы знаете, что можно отрезать. Вот этот пластилин можно отрезать. Даже когда он засохнет. Теперь с вами скатаем две тоненькие-тоненькие колбаски. Ну, вернее, одна очень тоненькая. Вот такая прям тоненькая. Она у нас будет вот красиво под глазницами. Вот так с одной стороны и с другой. Значит, под глазницами ставим на серединку вот сюда. и и вот сюда сбоку. Раз. И как бы, наверное, это скулы. Похоже, да, на скулы. Вот так сделаем их более рельефными. И опять подправим. Потому что мы руками время от времени сминаем. И вот ноздрюшки подправим. Теперь мы мы сделали вот эти вот. Я на этой показываю. Вот эти вот мы сделали скулы. А теперь будем делать ну, такое над бровками, что ли. Вернее, над глазницами. Типа такой шапочки. Вот здесь она так выглядит. Вот мы сделали вот эти скулы. А теперь будем делать это. Для этого колбаска нужна чуть-чуть побольше, потолще. вот такая. Я вот не знаю, хорошо это или плохо, но что-то я привыкла смачивать. Я смочу, мне кажется, так лучше приклеиться. И вот мы делаем вот такую как будто бы шапочку. Вот. Вот так получается. Я еще раз хочу покороче сделать. сразу подправляем ноздрюшки. Ну, глазницы у нас хорошо пока. И сразу вот здесь я наносила вот такой вот красивый узор, друзья, который мы потом, вот здесь видна эта шапочка, раскрасим по-разному. Вот здесь он тоже виден. для этого любым ножичком мы берем и проминаем. Так. Ну, как бы гофра или складочки, да, я не знаю, как называется. Вот смотрите, как красиво получается. вот прям великолепно получилось. лучше даже, чем у меня здесь. Опять я все время поправляю глазницы и ноздрюшки. так, на этом у нас верхняя челюсть готова. Нижняя челюсть, вот посмотрите, вот этот вот клюв, он заходит вот так за нижнюю челюсть, вот так. Нижняя челюсть это просто обычная, ну, тоже такой, как я называю, грушка, огурчик, вот такой овальчик, не очень большой. Сначала шарик скатаем, потом так. Вот я смотрю, наверное, еще капельку надо добавить. вот делаем такой треугольник, не очень толстый, вот здесь он не очень толстый, с такими округленными краями. Вот я решила смочить немножко и вот так отлично. Вот у нас получается нижняя челюсть. Вот здесь вот это место мы можем вполне загладить. Но совсем, совсем вот это место не надо сглаживать, потому что вот покажу на готовом драконе у нас это будет потом вот здесь ротик у него. Что-то, друзья, я когда начинала для вас это отдельно делать, сначала вот потренировалась, так волновалась, что плохо получится, а у меня с вами то еще лучше получилось. Чуть-чуть продлим сюда и ночь и клювик больше загнем. Можно вот так чуть-чуть, да? Да, вот так даже лучше, правда? вот смотрите, я так держала и немножко смялась, поэтому я еще раз я еще раз вот здесь делаю это исправляю, больше рельефное, но вообще-то мне понравилось работать с этим воздушным пластилином. Я думала почему-то, что он меньше подходит для разного вида исправлений. думала обычный пластилин лучше, а нет. Это тоже хорошо. Так, и опять сейчас я глазки расширю. Вот у нас получилось уже получилось и верхняя челюсть и нижняя голова нашего дракончика. Теперь мы делаем рожки. У нас один рог посредине, маленький, поменьше. Вот здесь у меня что-то они почти одинаковые получились. А два по краям побольше. Ну, рожки делать легко. может быть толстоватый. Вот я я даже чуть-чуть его вниз сместила и вытянула. Ну, и два таких рожка по бокам. Вот у нас голова дракона почти закончена. Нам только надо будет сделать два шарика и вставить в глазницы. Но потом в эти шарики еще можно вставить будет бусинки. Вот на это место особо внимания не обращайте, хотя у меня аккуратно получилось, потому что здесь будет идти шея и от этого места гребень будет идти. Но это мы все будем делать из другого материала. вот я нашла бусинки ну кстати бусинки можно не вставлять а можно просто раскрасить но я решила вставить так я сравниваю мне даже знаете показалось что слишком большие вот эти шарики сейчас я их уменьшу и еще раз ставлю бусинки вот и мне захотелось вот здесь на носике сделать такие складочки а вы можете их пораньше сделать у меня уже вот капельку начинает твердеть вернее застывать сохнуть но еще делается и еще раз подправим ноздрюшки вот мы все это будем раскрашивать и еще цветом еще больше подчеркнем все вот эти вот детальки на голове и что все они все это остальные и все Продолжение следует...